Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите поблагодарить организаторов данного мероприятия за возможность рассказать о нашем клиническом опыте. И сегодня мы с вами поговорим о клинических показаниях к проведению радиотерапии. Заболеваемость злокачественными образованиями растет в нашей стране, как и во всем мире. И за прошлый год у нас в стране было вновь выявленных раков более 625 тысяч. При этом заболеваемость сама увеличилась на 23% по сравнению с 2003 годом и достигла 425 случаев на 100 тысяч населения. Это очень большие показатели. Рак щитовидной железы в десятке наиболее часто встречаемых заболеваний и занимает примерно 4,5%. В прошлом году по всей Российской Федерации было зарегистрировано более 12 тысяч случаев рака щитовидной железы. А с учетом того, что смертность у этого заболевания не самая высокая, накопление пациентов за время лечения постоянно увеличивается. И у нас теперь с вами проживает в стране более 165 тысяч случаев пациентов 165 тысяч случаев пациентов с раком щитовидной железы. При этом какое же лечение они получают? Безусловно, основным методом лечения рака щитовидной железы высокодифференцированного – это хирургический метод лечения. Его получили только хирургический метод – 85%. И вот то, что Павел Олегович сказал, что 60% показано терапию радиоактивным йодом. По нашим данным Российской Федерации, всего 14,5% пациентов получили комбинированный метод лечения. Ну вот, например, данные Северо-Западного федерального округа – 13% это по Санкт-Петербургу и 16% по Ленинградской области получили комбинированный метод лечения. Так кому же все-таки нужно сосредоточиться? Врачам, лечащим, онкологам, которые оперируют пациентов с раком щитовидной железы, кого требуется направить для проведения радиоактивной терапии радиоактивным йодом. Еще 10 лет назад эта терапия была не столь доступна в нашей стране, как сейчас. И у нас функционировал, по сути дела, один очень большой центр в Обнинске, где можно было провести этот вид терапии. Но за последние десятилетия количество центров увеличилось, и они есть уже и в Сибири, это в Тюмени, в Красноярске. Появился большой центр второй в Москве, открылся центр в Казани, в Челябинске и в Архангельске в том числе. Кому же показана терапия радиоактивным йодом? Безусловно, есть три основных цели терапии радиоактивным йодом. Это аблация остатка щитовидной железы, это адювантная терапия микрометастазов и радиотерапия отдаленных метастазов рака щитовидной железы. С учетом роста заболеваемости количество клинических рекомендаций множится с каждым годом, и мы остановимся на наиболее активно используемых клинических рекомендациях в нашей клинической практике. Итак, всей парадигмой определения вида лечения в Американской терридологической ассоциации является разделение пациентов на группы послеоперационного риска рецидива заболевания. Выделяются группы низкого, умеренного и высокого риска. Посмотрите, насколько увеличилась в последних рекомендациях в 2015 году в Американской терридологической ассоциации группа пациентов низкого риска. Сюда входит не только просто, исключительно маленький случай раков 1-2 см, которые диагностированы, но в группу низкого риска послеоперационного рецидива входят и пациенты, у которых есть микрометастазы, но количество которых не более 5 пораженных лимфатических узлов. Здесь важно отмечать и размер максимальный, в максимальном диаметре пораженного лимфатического узла. Что нам как бы несет определение пациента или отнесение его к группе низкого риска? Это либеральный подход к выбору хирургической тактики, то есть можно провести гемитириодектомию или на выбор хирурга выбрать тотальную тириодектомию. И этим пациентам это, в принципе, уже доказано и рекомендуется практически всеми специалистами, не показано в рутинном плане назначение радиотерапии. Вот пациенты промежуточного риска – это такая разнообразная группа, и, наверное, максимальная по количеству из тех впервые прооперированных пациентов. Это пациенты с агрессивным гистологическим вариантом, например, толцел или столбчатоклеточный рак. Это интертериоидный папиллярный рак с мутацией БРАВ, это поражение лимфатических узлов даже более пяти, но с большим поражением с макрометастазами. Это микроскопическая экстратириоидная инвазия, мультифокально-папиллярная карцинома, если один из очагов, более одного сантиметра. И вот наиболее сложный подход определиться, нужна радиотерапия именно к этой промежуточной группе, поскольку здесь даже нет четкой закономерности, какую активность выбрать. И рекомендуются разные активности для радиоид-абляции от 30 до 50 миль КВИ и от 100 до 150 миль КВИ проведение радиоид-терапии. Пациентам группы высокого риска, безусловно, всем показано проведение радиоид-терапии, поскольку достоверно увеличивает выживаемость пациентов в этой категории, и это пациенты с резидуальной опухолью, при сочетании индуцирующих агрессивное течение опухоли мутаций ТАРТ и БРАВ, любые метастатические поражения с лимфатическим узлом с максимальным диаметром более 3 см, и доказанные отдаленные метастазы. Здесь активности радиоактивного йода, которые назначаются, увеличиваются до 150-200 миль КВИ. Наиболее удобной для клинического врача, который непосредственно занимается первичным этапом лечения, то есть хирургическим лечением пациента, все-таки, наверное, является регулярно обновляемая, ежегодно обновляемая рекомендация американских многопрофильных онкологических клиник НССН. И в последних рекомендациях, в обновлениях от 2019 года, тактика ведения пациентов основана на тех клинико-патологических факторах, которые выявляются по результатам гистологического исследования послеоперационного у пациентов. Однозначно, радиотерапия не показана пациентам, у которых маленькая опухоль до 2 см, опухоль ограничена пределами капсулы щитовидной железы, и веется уни- или мультифокальное распространение опухоли, не регистрируются антитела к тириоглобулину, и уровень нестимулированного тириоглобулина не более 1 нанограмма на миллилитр. Здесь у нас уже сегодня шла речь о том, что для нашей стороны, может быть, с учетом особенностей лабораторной диагностики, следует поднять этот уровень, но на международных рекомендациях этот уровень именно нестимулирован. То есть тогда, когда пациент получает или заместительную, или супрессивную гормональную терапию, тириоглобулин должен быть не более 1 нанограмма. Обязательно показано назначение радиотерапии пациентам, у которых было обширное первичное распространение опухоли, размер опухоли более 4 сантиметров, наличие отдаленных метастазов и уровень нестимулированного тириоглобулина более 5-10 нанограмм на миллилитр. Причем особенностью этой группы высокого риска является то, что наличие хотя бы одного из этих факторов необязательно сочетания является однозначным показанием в проведению радиотерапии. Что касается группы промежуточного риска, то здесь выбирается тактика ведения наблюдения пациента с учетом особенностей сочетания факторов клинических. Если имеется размер первичной опухоли от 2 до 4 сантиметров, гистология высокого риска, лимфатическая инвазия и уровень послеоперационного нестимулированного тириоглобулина также определяется от 5 до 10, но может быть выше нанограмм на миллилитр. Если группе умеренного риска приняли выжидательную тактику и сразу же в послеоперационном периоде не назначили, надеясь на то, что будет очень хороший эффект от хирургического лечения, не назначили терапию радиоактивным йодом, то опять же таки в этих же новых рекомендациях в пересмотре 2019 года рекомендуется вернуться к решению этого вопроса назначения радиотерапии через 6-12 недель после проведенного лечения. Здесь на арену выходит еще и радионуклидная диагностика, поскольку рекомендуется проведение с антиграфией всего тела со 123-м йодом как наиболее подходящим для диагностических исследований. С учетом исторических особенностей в нашей стране часто проводится диагностика предварительная со 131-м йодом. То есть мы сейчас должны с вами все-таки привыкать к тому, что для диагностических процедур использование с наиболее оптимальными характеристиками излучения, без отсутствия бета-излучения, 123-й йод наиболее предпочтителен. С учетом того, что период полураспада у этого йода значимо меньше, чем у 131-го йода, который используется для проведения лечебных мероприятий. Вот пример клинический. Это пациент, прооперированный с фолликулярным вариантом папиллярного рака. Исходно этот пациент относился к низкой группе переоперационного риска по развитию рецидивов. Уровень стимулированного териоглобулина у этого пациента был меньше 1 нанограмма на миллилитр. Но имелся высокий уровень антител к териоглобулину. С учетом того, что антитела могут персистировать неопределенно длительное время, то есть никто не знает, сколько они могут у пациента находиться в крови, было решено провести диагностическое сканирование всего тела. Получен визуализирован очаг щитовидной железо-функционирующей териодной ткани и принято решение о назначении курса радио-йод терапии. Аналогичный пример, ну это из аналов истории, то есть с использованием 131-го йода. Безусловно, здесь меньше активности используется. Но также при визуализации очага назначается лечение в виде радио-йод абляции. Посттерапевтическое сканирование может проводиться двумя принципиально похожими, но тем не менее различающимися в очень важных частностях отличиями. Это может быть планарная сцентография или гибридные исследования, совмещенные с компьютерной томографией. Безусловно, использование аффект предпочтительнее, поскольку то, что может быть выглядеть здесь на левом рисунке, на планарной сцентографии как просто очаг активного накопления радиофармацетического препарата в реальной жизни может оказаться реминантом щитовидной железы или метастазом в лимфатический узел, или метастазом в тело позвонка, или в поперечный отросток. Все это располагается на планарной сцентографии в одном месте. То есть для более точной анатомической визуализации, в последующем для планирования возможного хирургического лечения, конечно, посттерапевтические сканирования должны проводиться с помощью гибридных исследований. Подготовка пациента сейчас был абсолютно великолепный доклад Павла Олеговича о подготовке с нашей точки зрения. Ну, с учетом того, что все-таки наиболее часто пациенты готовятся естественным способом и отменой заместительной гормональной терапии на 28 дней, мы считаем, что основным показанием к назначению рекомбинатного человеческого тиреотропного гормона это все-таки остаток функционирующей щитовидной железы или опухоли, и наличие отдаленных метастазов является предпочтительной подготовкой с помощью тирогена. Еще один маленький клинический пример – это пациент, 46 лет, молодой, с исходным распространением у него было местное Т4. Ему проведено через два года после оперативного лечения радиотабляция, и с учетом персистирования уровня тиреоглобулина высокого на втором курсе радиотерапии выявлено вот такое вот обширное метастатическое поражение в легких. При сохраняющемся уровне тиреоглобулина высоком проведен третий курс радиотерапии, и, к сожалению, доказано наличие отсутствия накопления в проекции легочных полей радиофармацевтического препарата. Таким образом, мы с вами подходим к следующей проблеме, которая накапливается с количеством проведенных курсов лечения у пациентов – это развитие радиотрефрактерности. У нас будет следующий доклад, посвященный критериям радиотрефрактерности. Это наличие одного или нескольких очагов, которые не подлежат оперативному лечению, визуализируемые другими методами, не с помощью сцентографии всего тела, или доказанное прогрессирование согласно системе Резист, или отсутствие регресса на фоне проведенного лечения в суммарной дозе более 600 миликюри. Из проанализированных случаев, из 1100 случаев проведенного лечения в нашем центре, у 161 пациента были негативные сканы. Но это не означает, что это все пациенты радиотрефрактерные. То есть из них половина, из этих пациентов из 161, это были просто очень хорошо прооперированные. То есть это доказывает мастерство и качество проведенного хирургического лечения. А вот 97 пациентов, то есть это примерно 7% от всех регулярно проходящих лечения, курсов пациентов, в конечном итоге, в какой-то промежуток лечения на каком-то этапе, они становятся радиотрефрактерными. Какие существуют пути решения этой проблемы? Это назначение таргетных препаратов по строгим показаниям. На сегодняшний момент в нашей стране зарегистрированы два препарата для лечения этих пациентов – сарфениб и линвотениб. В нашем центре есть два отделения. Это отделение радионуклидной терапии, радионуклидной диагностики. В терапии у нас 10 активных палат одноместных, где мы проводим лечение высоко дифференцированного рака, щитовидной железы, тиреотоксикозы, то есть теотропную терапию, радионуклидную. Отделение радионуклидной диагностики оборудовано двумя гаммокамерами. У нас есть планарная гаммокамера и гибридный аппарат, что позволяет качественно оценивать лечение уже после проведенного лечения. Наша статистика не отличается от других представленных статистических данных. У нас примерно 10% – это пациенты с фолликулярным раком, остальные пациенты – это пациенты с популярным раком, с различными его вариантами. Ну и примерно 80% – это женщины с средним возрастом 52 года. Из 170 городов пациенты приехали, контакты нашего центра лечения по квотам или по межрегиональным расчетам по ОМС. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Какие вопросы могут быть заданы? Можно вам задать вопрос? Как за прошедшие 5 лет отработалась логистика поступления препаратов? Бывают ли перерывы? В этом плане спасибо за вопрос. В этом плане, в принципе, мы, несмотря на то, что мы находимся далеко от места выработки радиофармацевтических препаратов, они у нас находятся в Калужской области и в Москве, два завода, которые изготовляют РФП, у нас ездит машина раз в неделю или раз в две недели по нашей потребности. Мы ее отдельно оплачиваем. То есть у нас не авиадоставка. Это было связано со сложностями именно авиаперелетов. У нас нет лицензии у аэропорта и у авиакомпании нет лицензии. Вы на поставке тендера играете? Да, да. У нас четвертый год. Первый год мы получали самолетом, было очень много всяких разных сложностей. То не туда наши РФП улетят, то их просто оставят в Шереметьево карго, потому что командир борта откажется. То есть это были сложности. Для нас машина ездит без перебоев, то есть это для нас выгодно. Так же, как и по Москве, осуществляется доставка РФП. Да. И вот еще вопрос. География пациентов какая у вас оказалась? Я верну, наверное. А, не вернуть. География всякая разная, разнообразная. Безусловно, у нас примерно 70% пациентов – это пациенты северо-западного федерального округа. Основной поставщик – это, конечно, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ну, Архангельская область, безусловно. Мурманск, Коми, то есть то, что относится к северо-западу. Но очень много ездят из центральных регионов, поскольку там тоже большая заболеваемость раком щитовидной железы. Сибирь, Камчатка, там где-то у нас были такие показанные… Канал ОМС у вас остался? Есть? Да, мы можем. То есть преимущественно у нас это ВМП, но кого-то хватает. Если в конце года бывают какие-то сложности с ВМП, то мы пациентов берем по межтерриториальным расчетам, то есть как бы абсолютно спокойно. Продолжение следует...